Поводом для визитов в Саров депутатов Государственной Думы послужило грядущее 75-летие атомной отрасли. Книгу, приуроченную к этому событию, взялся написать Сергей Шаргунов с подачи Дениса Москвина. Новое произведение в нашем городе должно быть, по уверению автора, не просто подарочным изданием. Книга будет доступна всем, ее разнообразят живыми историями. Также во время визита Сергей Шаргунов снял сюжет для своей авторской программы «12». Особенно, конечно, важно было побеседовать с Сергеем Алексеевичем Трутневым. Он, кстати говоря, зритель этой программы. «Знает меня». Это был такой очень серьезный доверительный разговор. И что-то было под записью, и просто было еще и личное общение. Он поделился и своими размышлениями, и переживаниями, и чаяниями, и надеждами. Конечно, человек невероятно легендарный. Кроме того, депутаты ответили на вопросы журналистов, касающиеся жизни города. В том числе речь шла о реализации мусорной реформы и внедрении раздельного сбора мусора. В первую очередь, считают депутаты, нужно просвещать население. Объясняют, зачем нужно сортировать отходы. Рано или поздно это станет константой, нормой. Но для этого должно, во-первых, пройти время, во-вторых, государство должно в этом смысле потрудиться, используя инструментарий, который, безусловно, есть. Что касается ФОКа, строительство которого нам обещал еще прошлый губернатор Валерий Шанцев, то судьба его пока неизвестна. Из-за пандемии денег на такие объекты в области нет. Проекты, которые мы планировали, сейчас отложены. Но это вопрос номер один лично в моей работе по Сарову. И губернатор, конечно же, в курсе. Мы с ним разговаривали об этом и на встрече с горожанами он это упоминал. Поэтому будем добиваться и будем рассматривать различные варианты для того, чтобы этот объект появился. Подробнее о пресс-конференции Сергея Шаргунова и Дениса Москвина смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале Саров-24 и на нашем канале в Ютубе. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Продолжение следует...